Приветствую вас, друзья мои, с вами я, Зоя Клемюк, 17 марта. 17 марта, анализ дня, день достаточно интересный, сильный день. Во-первых, это прощённое воскресенье, и действие этого дня – пробуждение. Символ – это и жезл, это и петух, и роза ветров. Вообще, это пробуждение природы, это мы пробуждаемся, мы понимаем, что-то где-то мы, может быть, не так сделали. А в целом, это день авистийского божества, боевого петуха, который выполняет функции Михаила Архангела. Михаил Архангел – это один из высших ангелов, бесплотных ангелов, который боролся и борется, скажем, с дьяволом. Что касается мистики, то время работы со стихиями, с духами природы – это день молитвы, вербальной магии. Этот день связан с глубоким использованием мантр, но мантры рекомендуется только молитва, молитва, молитва. Это очень сильный, очень такой сложный, чистый день, потому что здесь нельзя лгать. Если не умеешь работать вербально, лучше помолчать, иначе могут заболеть лёгкие. Вот, кстати, имейте в виду, лучше, конечно, помолчать, потому что мы любим иногда, да? Вдруг ни с того, ни с сего у нас вырывается, это происходит неосознанно. Это день заботы о книгах, о каких-то записях. Надо учиться говорить, надо освобождаться от грязных слов. Желательно, чтобы в этот день были бы, конечно же, приключения. Дай бог, чтобы они были хорошими. Нельзя есть куриное мясо, яйца, бить посуду. Не рекомендуется также рвать книги, бумагу, письма. Кстати, накануне какой-то из дней был точно таким же, вспоминайте. Что касается социального влияния, то он активный, удачный, но неудачный для преступников. Я радуюсь сейчас, когда встречаю такие указания в днях. Ну, особенно для преступников это здорово, потому что все будут наказаны. Есть закон государства, а есть закон Божий, и есть закон духовный между людьми. Очень часто совершают такое грехопадение. Мне положено по, скажем, с точки зрения закона государства. И человек идёт и ущемляет, то есть грабит, отнимает что-то у обычного человека только потому, что где-то у власти хорошие в кавычках люди написали такие законы. И доставляет много неприятностей, например, детям, жене, родителям, ещё кому-то, соседям особенно. Поэтому думайте, если кто-то от вас пытается избавиться, не надо, не надо. А если это ещё вам не принадлежит, не надо мстить. От этого надо уходить. Очень часто сейчас дни, которые я делаю аналитику, они кричат. Нет, мы не будем поддерживать преступников. Но это период серьёзных провокаций, которые могут доходить до преступления. Поэтому будьте крайне осторожны в храмах, где вы будете появляться. На бытовом плане хорошо покупать вещи. Очень плохо увидеть во сне, например, боевого петуха. Это знак, может быть, катастрофы. Вообще, боевые петухи, да и просто петухи, скажем так, не обязательно, чтобы он был боевой. Но не всегда они в последнее время приносят что-то хорошее. Давайте верить в будущее, что всё у нас будет хорошо. Поэтому медитации здесь – это дыхание однозначно. Тотемом, что у нас здесь – это собака с золотистой длинной шерстью, стоячими ушами. Причём это собака-поводырь. Очень у многих есть людей со знаниями. Это ясновидение, это люди, которые понимают смысл этого бытия. Это пастуши, чья собака – проводник, поводырь, помощник человека. Её черты – это верность, осмотрительность, ум. Эта собака постоянно борется с чёрной кошкой, пантерой, через которую воплощается злая мысль. Это очень, скажем, хороший такой поводырь. Если он у кого-то есть, я вас поздравляю. Ну а если вы не знаете, приходите ко мне за матрицей, я обязательно вам скажу. Ну и, конечно же, штрих-код ещё в матрицу. 15 тысяч российских рублей стоит матрица со штрих-кодом. Торопитесь. Ну вот, немножко отвлекла вас. День достаточно, конечно же, интересный. Надо избавляться от злых, лживых друзей, от ненужных связей, от слепой веры даже надо избавляться, от слепой. Но в храм, друзья мои, надо ходить. На эту тему мы ещё с вами будем, конечно же, разговаривать. Вот таким будет интересный день. Что касается ребёнка, который будет зачат в этот день, давайте всё-таки я скажу. Это ребёнок, человечек, который будет защищать справедливость, может стать оратором, врачом, учёным, активным, здоровым будет человеком, если не будет обманывать. Ну и, конечно же, это новое поколение. Эти дети будут путешествовать, но их будет подстерегать или же поджидать очень много опасностей в дороге. Хочу ещё разочек напомнить, что 17 марта, прощённое воскресенье, мы входим в пост. Важно первых четыре дня попаститься. Но это не значит, что не надо кушать. Самое главное – не есть людей, как мне сказал один из священников когда-то. Поэтому, дорогие мои, поздравляю вас со светлыми днями. Мы идём к Пасхе. Жизнь продолжается. Ну и у нас есть возможность попросить у всех или же друг у друга прощения. И я у вас прошу прощения. Простите меня, пожалуйста. Мы очень часто не ведаем, что творим. Ну а я человек, который совершенно не приемлет агрессию. Но уж если меня зацепить, я тогда тоже, конечно же, начинаю агрессировать. Я хочу всем нам пожелать меньше агрессии, побольше любви, счастья, здоровья. Удачи! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...